Деньги я тебе давать больше не буду Машину я отберу Пап Да, не папкой А ты будешь сидеть под домашним арестом Учить конспекты и учебники, понятно? Алло, алло Димка, привет Это просто счастье У нас такая радость Нам срочно нужно встретиться Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Значит, ты беременна? Ты удивлен? Я тоже сначала удивилась, а потом очень обрадовалась Ты счастлив? Какой срок? Пять недель Пять недель? Слушай Слушай Наташ, мы Мы вместе должны Это вот Смотри, тут Деньги Я остальное Я принесу там завтра Если понадобится Или Это что, на пеленке? Черт, ты не понимаешь Нет, любимый, я не понимаю Объясни Слушай, мы вместе Должны это пройти Понимаешь? Натан Надо сделать аборт Тебе надо сделать аборт Наташа Слушай, я думала, что Что ты думала? Что? Мы будем Что мы будем долго и счастливо жить в один день, умрем, так что ли? Ну почему в один день? Может я раньше? Слушай, он институт Подожди Ты не хочешь ребенка? Не хочешь на меня жениться? Нет, нет, нет Ты неправильно поняла Неправильно поняла Нет, я Я вообще не хочу жениться Понимаешь? Я не готов Ни на тебе Ни на ком-либо другом Пойми Я не могу Это потому что я уборщица? Нет, нет, нет Ну что ты Ну при чем тут это? То есть и по этому тоже Но это никак не связано Это с этим все связано Слушай, Наташа Я Мы вместе пройдем это Решение принято Это мой ребенок Я буду рожать Уходи Черт, Наташа Я тебя умоляю Подумай Дима, уходи Я Дима, ты где был? Так поздно Что случилось? Дим! Чего ты орешь? Я слышу Я с кем разговариваю вообще? Извини Ну давай рассказывай Что случилось? Папа отправляет тебя в армию? Господи, какая армия? Ну какая армия? Так мелочи просто Мелочи? То, что ты завалил Получение диплома Мелочи? Или то, что папа Выгоняет тебя из дома? Слушай, тебя это как касается, а? Алло, да, прости, Саш Да, можешь приехать? Извини, что так поздно Да, очень нужно Спасибо, друг, давай Зачем тебе, Саша, в такое время? Это связано с институтом По поводу диплома Надка, ты чего? Наташ, ты чего? Что случилось? Наташ? Рит Если это любовь То мне не надо любви Это боль Так, давай без соплей Что он сказал? Он сказал Чтоб я сделала аборт Что еще? Он сказал, что он не хочет на мне жениться Потому что я уборщица Я Я не хочу его больше никогда видеть А вот это неправда Ты его любишь И хочешь его видеть Не ври себе И хочешь, чтобы он на тебе женился Да Я его люблю Рита, может, он растерялся Может, он этого не ожидал И испугался А Саныч успокоится И все будет хорошо Придет ко мне завтра Извиниться И мы вместе будем Ребеночку именами выбирать А? Ты как думаешь? Утро мы посмотрим Ну, еще Попей еще А? Давай, давай, давай Здорово Здорово Ну, рассказывай Че случилось-то? Наташа беременна Так И? Че ты решил? Ну, у меня уже было такое Помнишь, с той девчонкой? Че, я ей денег дал? Она аборт сделала Дима, ты чего? Наташа же не та девушка Ты же говорил, что у вас все серьезно там, да? У нас все серьезно, но Ну, ты женишься на ней, нет? Она же уборщица и Как-то все это быстро ссадит Дима, ты чего? И что уборщица? Она твоя любимая девушка в первую очередь А потом уже уборщица Ты не понимаешь Че не понимаю? Ты не говоришь аборт Ты мне все уши прожужжал О том, что Она удивительная, потрясающая Восхитительная Как у вас все серьезно Как ты ее любишь Да, у нас все серьезно Она удивительная и потрясающая Я просто не готов еще мужем стать И отцом тем более не готов стать, Саша Ты поздно об этом подумал Че я отцу скажу? Что я учиться не хочу, я жениться хочу А, ты сейчас думаешь о том, что ты скажешь отцу? Ладно, хорош, я понял Ты знаешь прекрасно, как он за учебу меня прессует Если он про это узнает Он убьет и меня, и ее убьет Че делать, я реально попал О, Саша, привет Привет, Саша Я не знала, что ты пришел Хочешь чаю? Да нет, спасибо, я уже пойду А ты приходи к нам почаще Ты в любое время приходи Ладно, пока Ну давай, рассказывай все А я слышала, вы говорили про аборт Да нет, я неправильно поняла Это книга, гинекология, акушерство Это по учебе По учебе Ты завалил все экзамены А теперь ночью вызываешь друга по учебе Не морочь мне голову, а? Дим, рано или поздно придется рассказать Расскажи лучше сейчас Может, я что-то посоветую, помогу Моя девушка беременна Так, только не говори, что это поломойка Ясно Так, подожди, подожди, подожди Во-первых, не факт, что она беременна А во-вторых, не факт, что от тебя Ты понимаешь, она же лимита У таких, может быть, по несколько парней Но ей лишь бы зацепиться Она не такая Такая или другая, разбираться некогда Для тебя сейчас главная учеба Я сама со всем разберусь Ты? Да, я Я все уложу и тебя прикрою А ты не вешай нос Учись, занимайся Все хорошо будет Наташенька Что-то ты сегодня грустная Да я не грустная, я сосредоточенная Ну, ты всегда улыбчивая А сегодня ни разу не улыбнулась Ну вот, улыбаюсь Совсем не весело Здравствуйте Здравствуйте Ну что, как мы себя чувствуем? Не очень Вы все купили, что я вам сказал? Вот этот крем заживляющий пока не купили Ага, но его как раз-таки нужно купить Потому что иначе процесс может затянуться Простите, пожалуйста А плохо заживающие ожоги Очень хорошо маслами мазать Подсолнечное Ну, наливайте немного в эмалированную кружечку Кипятите, потом остужаете И смазывайте Три раза в день И бесплотную повязки, ну, чтоб тело дышало Это помогает Бабушкины рецепты? Да Ну, это помогает, я знаю Ну, попробуйте Думаю, хуже от этого не станет Ладно, поправляйтесь Спасибо Максим Леонидович Максим Леонидович Я договорилась с комендантом нашего общежития Вы можете поселиться у нас Отдельная комната Санузел в боксе на две комнаты Наташ, спасибо, конечно Но, мне кажется, я свои жилищные проблемы решу сам Спасибо Вот, поселитесь в общежитии и решите все проблемы Наташ, не стоит Я не хочу никого обременять Правда, не стоит Да еще как стоит, Максим Леонидович Вы же не высыпаетесь совсем А врач обязан отдыхать Ну, подумайте о пациентах Так что, с сегодняшнего дня ждем вас с вещами В общежитии железнодорожников Наташ Знаете, где это? Я знаю, где это Все, решение принято Фактически, вы заселены Наташ Спасибо Ни за что Наташ Ну, чего ты подумала? О чем? Ну, как о чем? О том, что я говорил Так будет лучше Кому? Тебе? Почему не? Нам Дмитрий Семенович Вам нужно или к лору Или к психиатру Это почему? Потому что вы меня или не слышите Или не понимаете Я беременна и буду рожать И не надо ко мне больше подходить С глупым вопросом Наташ Наташ, я не... Ну, вот, кажется, приехали Здравствуйте Я у Лариса Сестра Дмитрия Очень приятно Наташ, чай будете? Нет, не буду Слушай меня внимательно Провинциалка Может приехать В большой город И тянуть деньги Из порядочных людей Деньги? Я вообще не понимаю О каких деньгах идет речь О тех, которые ты планируешь У нас вымогать Вы, наверное, Дима Все не так рассказал А мне Дима вообще Ничего не рассказывал Мне самой все ясно Нищая аферистка Которая спит и видит Как окрутить парня побогаче Ты думаешь, я не знаю Вот таких, как ты? Наглые провинциалки Которые шляются, где попало И с кем попало Извините, а вы кто? А ты кто? А когда я приду к вам домой Будете спрашивать А сейчас вы пришли к нам Ладно Я Лариса Сестра Дмитрия Ворошилова Я вашу подружку насквозь вижу Как, впрочем, у вас И все ваши мерзкие намерения Знаете что, Лариса Убирайтесь отсюда Топайте к себе домой И видите там насквозь Кого хотите Ясно? Конечно А я смотрю, у вас тут шайка-лейка собралась Только знаете Вам ничего не сойдет с рук Не на тех напали Я говорю, до свидания Мне от вас ничего не надо Слышите? Ничего А мы бы ничего и не дали Ты что, взял и все спихнул на Ларису? Почему спихнул-то? Она сама А ты согласился, да? Теперь будешь сидеть и ждать, пока все все за тебя решат, да? Слушай, кто меня спрашивает-то? Ты прекрасно знаешь Ларису Нашел оправдание Все, тихо, девчонки идут Привет 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 Сашка, я нашла обалбенную сумочку Она мне очень нужна Прямо сейчас Пойдем, я тебе покажу Пойдем Ты что такой, Анелый? Случилось что? В больнице проблемы В институте надо сессию пересдавать Отец пилит И вообще Море проблем А я знаю, что тебе нужно Найти тихий уголок Приходи в мой ресторан Тебе понравится Папа, привет Привет Ларис Привет Ну, где твой брат? Надеюсь, он в библиотеке Занимается подготовкой к экзаменам Ларис, только не молчи, прошу тебя Не говори, что у нас что-то случилось Случилось, пап Ну, что еще? Я даже не знаю, с чего начать Лариса, прошу тебя Только не тяни, пожалуйста У меня начинает подниматься давление Это не с тобой, надеюсь? Не серьезно? Нет, не со мной А с кем? С Димкой Понятно Ну, что на этот раз Наш балбес натворил? Одна аферистка заявляет, что беременна от него И говорит, что во что бы то ни стало Родит этого ребенка Что? Это что? Это наш Димка, отец ребенка? Ну, пока неизвестно Но, похоже, ситуация серьезная Я этого балбеса под замок посажу Двадцать пять лет скоро дураку Ума не на грош Где он? Например, потанцуем? Говорят, танец повышает настроение Где мне пора? Куда? Домой Жаль А я думала, мы еще пообщаемся Давай как-нибудь в следующий раз Я сейчас собеседник непудышный Хорошо, тогда я тебя довезу Я тут недалеко Подожди, тебе нельзя за руль, ты выпил Слушай У меня отдохнуть надо, ну ладно? Дим, когда едешь, позвони Вообще-то я Ира Можно? Что физиотерапевту понадобилось В ординаторской травматологии Максим, ну не надо так Я же просто пришла поговорить Если поговорить, то в порядке общей очереди Да нет у тебя там никакой очереди, Макс Будете первый За дверью подождите, пожалуйста Максим, ты понимаешь, что в жизни есть два типа ошибок Которые можно исправить И которые никогда нельзя исправить Алла, какие ошибки? Мы с тобой в разводе, о чем ты говоришь? Макс, ну наш развод, это ошибка Ошибка, которую все еще можно исправить А то, что было в Сочи, тоже можно исправить? Ну почему ты каждый раз говоришь одно и то же? Я потеряла голову Я сто раз тебе это объясняла, Макс А не надо было сто раз Я с первого раза все понял Максим Я люблю тебя Давай начнем все сначала Аллочка Ты ведь изменила меня И я это помню И забыть я это не смогу Так что все, наш разговор окончен Макс Все Я занят Здравствуйте Здравствуйте Алла Николаевна, здравствуйте Здравствуйте Как хорошо, что я вас застал Я бы хотел записаться на прием Как вам не стыдно? Вы здоровы как вы Каждый день на прием записываетесь, а? Алла Николаевна, у меня что-то в боку закололо Что вас там закололо? Да ну Борис, у вас все нормально Вы у нас кто? Сантехник И ваше дело какое? Чинить трубы А не ходить бесконечно бегать по врачам Какая она красивая Что? Я говорю, если что-то, Алла Николаевна, случится с трубами Так вы зовите Ну, конечно, как положено Здрасте Привет, пап Это правда? О чем ты? Ты прекрасно знаешь, о чем я Есть и про Наташу, что да, это правда Так, значит, эту аферистку зовут Наташа Ну, заводи себе девушку хотя бы из приличной семьи в следующий раз И вообще, впредь будет так Познакомился с девушкой, тут же знакомишь ее со мной Получаешь разрешение, только после этого ухаживаешь, понятно? Слушай, пап Все, тихо, молчи, я вчера разговаривал с адвокатом Вот что он сказал Худший вариант, если она идет в суд Она не пойдет Откуда ты знаешь, не пойдет? Молчи, я сказал Она может потребовать признать тебя отцом Может вымогать деньги Может вообще сказать, что ты ее изнасиловал Но это совсем плохо Адвокат что сказал? Если ты отец ребенка, то лучше сразу договориться Ты уверен, что ты отец ребенка? Думаю, что да Думаю Он думает Обо мне ты подумал Ты подумал о моей политической карьере Что эта девчонка может покрыть позором меня и всю нашу семью Ты об этом подумал? Я не понимаю Я не понимаю, что ты хочешь-то Скажи, ты дурак? Все, ничего не твое дело Сам поеду к ней Сегодня же иди отсюда с глаз долой Ирочка, дорогая Я хочу выпить за тебя За мою новую подругу Ты красива Умна, талантлива У тебя такой роскошный ресторан Ты настоящая деловая женщина За тебя Подожди У меня ответный тост Я хочу поднять свой бокал за тебя За самую умную, самую красивую, самую добрую девушку из всех, кого я знаю За тебя Спасибо Умная, добрая, красивая Надеюсь, ключевое слово умная Да, кстати А ты точно уверена, что у Димы никого нет? Ирочка Если тебе нравится Дмитрий Действуй Он мне очень нравится Только ты знаешь, мне кажется, он как-то не особо обращает на меня внимание Просто сейчас у него некие сложности в институте И он ни о чем не может думать, кроме учебы Нет времени подумать обо мне, а ты говоришь, действуй как? С моей помощью В смысле? Буквально Я помогу тебе А ты поможешь мне А чем же ты мне можешь помочь? Я обращу его внимание на тебя Я внушу ему, что ты самая лучшая девушка на свете Я буду чаще приглашать тебя к нам в гости И ты сможешь чаще с ним общаться Гениально Подожди, а что взамен? А взамен ты поможешь мне При случае Замолви за меня словечко перед Александром Тебе нравится Сашка? Возможно Я бы сказала так Мне хотелось бы почаще с ним общаться Подожди, а как же Богдана? А мы ей не скажем Ты поможешь мне А я помогу тебе Идет? Почему бы и нет? Да, ты права Ключевое слово Умное Так Так Ну-с Кто я? Знаете? Хм Я отец Дмитрия Тогда понятно Это правда, что вы беременны? Да Отец ребенка Дмитрий? Да Ну и Что собираетесь делать? Доказывать в суде Отцовство Дмитрия? Нет Не собираюсь Как не собираетесь? А что же вы будете делать? Какие ваши планы? Статьи в газету будете строчить, да? На телевидение пойдете? Да нет у меня никаких планов Я просто хотела, чтобы все было по-человечески По-человечески? А это как? Выйти замуж Родить здорового ребенка А если он не захочет на вас жениться? Или, например, не сможет, потому что я запрещу ему совершать подобную глупость? Значит, просто родить здорового ребенка Угу Здесь Что здесь? Я говорю, вот здесь, в этой нищете будет расти мой внук Мой ребенок Не всегда будет расти в нищете Я не всегда буду уборщицей А кем же вы будете? Дояркой Врачом Я буду самым лучшим, самым известным врачом Только, почему это вас интересует, я не понимаю Вы мне же даже не свекр Это Не понял, в каком смысле? Ну, вы же сами говорите Что не разрешаете Диме жениться на мне Значит, свекром вам мне не быть Ну и? Какие предложения? У меня нет никаких предложений А у меня есть Есть Вот Пожалуйста Прочитай Прочитай, прочитай Значит, вы Нет, нет, нет Подождите, подождите Ну, еще не все А вот сюда посмотрите А? А-а-а Впечатлены? Вам таких денег за всю жизнь не заработать То есть Вы хотите, чтобы я Родила ребенка И подписала бумагу о том, что Отдаю его вам и не имею никаких претензий? Ну да, что тут такого Обычный договор О суррогатном материнстве То есть Вы предлагаете Мне продать Своего ребенка Ну да, да, да Хочу Зовите охрану Потому что Я сейчас вас буду бить Так, так, так Подождите Я бы вас попросил Имейте в виду У меня депутатская неприкосновенность Так я ее сейчас нарушу Я сейчас так прикоснусь Помощь нужна? Нет, обычно Если меня разозлить Я сама справляюсь А вы кто такой? Сосед Сосед? Уймите Свою соседку Наташа Отдайте мне Успокойтесь Да это мое тело Это моя жизнь Мой выбор И моя ответственность Я сама за все отвечаю Вы здесь ни при чем Так, послушайте Послушайте Я вам даю Последний шанс Одуматься А мне не надо Никаких от вас шансов Мне вообще ничего не надо Хотите все оформить документально? А давайте Я дам вам расписку Что семья Ворошиловых Меня не интересует Я ничего от вас не хочу Я никогда не захочу Обязуюсь забыть Семью Ворошиловых Навсегда Сумасшедшая Сумасшедшая Выход там Спасибо Она чокнутая Чокнутая Кто? Ну это его Как ее Наташка Ага Познакомился значит Ну можно и так сказать А вернее Она просто выставила меня из дома Низкопробная хамка Абсолютно в ее стиле Ты понимаешь? Она отказалась от всех моих предложений Типичная аферистка Она набивает себе цену Правда в чем план ее состоит Я пока не знаю Но она готова подписать документ О том, что не имеет к нам никаких претензий Вот пусть она сначала подпишет Этот документ А пока Это просто слова Ну да Ну да, ну да Выглядишь не очень Чувствую себя ужасно просто Ну что Наташа на тебя давит Преследует Названивает Ну нет, конечно Сань Наоборот она Она видеть меня не хочет Понимаешь? Проходит мимо меня Будто я пустое место какое-то Ну а ты пытался с ней поговорить? Конечно я пытался Она не хочет разговаривать Что, мне на коленях Перед ней ползать что ли? А ты думаешь, что проблему решить Сама собой? Нет Ты понимаешь Она просто Ждет что ли Что я решение какое-то приму сам Ну так прими решение Как настоящий ответственный мужик Ладно Наташа Вы сегодня в ночь? Да Так вы вроде с утра работали Я в две смены А что у вас с глазами? Глаза заплаканные Вам плохо? Максим Леонидович Я здесь каждый день вижу людей Которым действительно плохо А у меня две руки И две ноги Мне всего 18 Скоро у меня будет ребенок Я самый счастливый человек на свете Ну что-то вы Не улыбаетесь? Ну а Что такое улыбка? Это всего лишь сокращение Лицевых мышц Ну не сокращаются они у меня сейчас Ясно Тогда вот что Вот это вам Пусть хотя бы жевательность сокращается Спасибо Хорошо До свидания До свидания Да, очень вкусно Ты что-то принес мне от Ларисы Да, ну да Вот она передала Это Ага Что-то я Спасибо Я в общем-то на минуточку закачал Чтоб только это передать А тут целый обед Слушай, это же книга по кулинарии Я давно о такой мечтала Твоя сестра просто прелесть Я и Сашке это говорю Что она прелесть Ну а чего ты сидишь? Давай ешь Очень вкусно Ой, Димка Я так рада, что ты пришел Если ты хочешь забыться Расслабиться То Мои двери всегда открыты Приходи сюда Приятно, когда Тебе ничего не требуют Не требуют принимать Никаких серьезных решений Ну что там Дима-то? Правильно не хочу о нем говорить Ну Поэтому просто ответь Что там И все И не будем о нем говорить Ну что там Дима-то? Да ничего Вообще ничего В последнее время даже не подходит А тебе хочется, чтобы подошел Если честно, да Да сволочь твоя Дима А сестра его Сволочь в кубе А отец так вообще Сволочь в квадрате В кубе больше, чем в квадрате Ну да Ну тогда они вообще просто Все сволочи В десятой степени Все их семейство Так что радуйся, что они далеко И что он к тебе не подходит Привет О, привет Иди сюда Я хотел наверх пойти К концу Я сказал Проблемы Тогда должен заставить ее Это подписать Я не буду это подписывать Я сказал Держи Завтра же у нее подпишешь Держи Ну что же вы на сквозняке-то заснули Борис, вам надо себя беречь Где мы возьмем такого сантехника Наташа, вы правда так думаете? Ну конечно Все врачи говорят, что у вас золотые руки Ах, вот значит мы куда медицинский спирт расходуем Да, на спасение сантехника Петрушкина Что случилось? Может я посмотрю? Нет, я уже могу шевелиться Уже почти ничего не болит Спасибо Наташа, у вас золотые руки Спасибо Наташа, а я пришел сказать, что ваш совет Относительно прокипяченного подсолнечного масла Помог Все заживает Откуда вы узнали? А я не помню Я его давно знаю Может кто рассказал Может я где-то прочитала Я же снова в медицинский собираюсь поступать Вот читаю книги по медицине А какие? Разные У меня их куча В общежитии И в санитарной тоже много Есть свободное время, я читаю Хотите посмотреть? Да, с удовольствием Что ж, учебник хороший Но ведь он для студентов четвертого курса Да, я знаю Но мне интересно Учиться бессистемно нельзя А как нужно? Я объясню Я буду приносить вам нужные учебники И буду рассказывать, что и как читать Будете давать мне домашние задания? Будут и домашние задания И с этого дня мы с вами начинаем подготовку К вступительным экзаменам В медицинский институт Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот гаденыш Даже зайти и побоялся Ой А ты чего крадешься, а? Ты чего, пап, пугаешь-то? Думал, спят уже все Ты чего не спишь-то? В десять часов А что, десять часов только? Слушай, так не... Короче, ты был у нее сегодня, подписал? А, нет, я сегодня... Ну, я устал, правда, в больнице Как собака, пап, я сразу... А завтра? Завтра я пойду, сразу, да? Ну, смотри, сынок Сам наломал дров Сам исправляй ситуации, понятно? Я понял, конечно Но я пойду, ладно? Да, ну иди Я реально не знаю, что делать, Санек Я в тупике, понимаешь? Чего ты смотришь так на меня? Ты, что ли, лучше смотрит он? Конечно, лучше Да, конечно, чего ты лучше-то? Ну, во-первых, я получу, дипломаты нет А-а-а Во-вторых, я... Я женюсь на Богдане И у меня будет нормальная, счастливая семья А у меня что, не будет, что ли? Странный вопрос Особенно учитывая, что жениться ты не собираешься Умный? Тогда что, скажи, что делать-то? Ты сам должен решить Сам Либо женись, либо Не морочь девушке голову, а? В конце концов, ты мужик или нет, а? Слышишь? Я сейчас пойду и решу, понял? Иди Пиджак возьми Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Слышишь, мне кажется, здесь можно Подшить и будет Как раз Да-да, войдите, открыто! Рит, можешь выйти на минутку? Ты зачем пришел? Наташа, я тебя очень люблю, но жениться на тебе не могу Послушай, у меня же не профессии, не дипломы Это раз Отец будет против нашего брака Это два И потом я Я не готов, понимаешь? Ни морально, ни физически Правда Я даже представить себе не могу Как это? Это семья? Что это? Ну, я помогу Помогать, слышишь? Я могу помогать Деньгами Если мы договоримся И ребенок возьмет мою фамилию Я буду помогать деньгами Насколько смогу Так ведь будет правильно? Нет Почему? Потому что я тебе не верю, Дин Сначала ты хотел, чтобы я сделала аборт Потом ко мне приходит твой отец И требует, чтобы я продала вам своего ребенка Сейчас другая версия А вы чего на самом деле хотите? Я помочь хочу, Наташа Я очень хочу помочь Чем? Забрать ребенка? Чего ты говоришь? Как тебе в голову это пришло? Да потому что я читала договор Который принес мне твой отец И я его прогнала Если ты мне предложишь что-нибудь подобное И тебя прогоню Даже не сомневайся Да нет, я и сам уйду Уходи отцу, скажи Что я не попрошу у вас ни копейки А самое главное Я вас не боюсь Наташа, я тебя очень люблю Наташа Я тебя очень люблю, правда Но я не могу поступить по-другому Слышишь? Я не могу, правда Правильно, ты поступаешь, как хочет твой отец Так же удобно? Нет, я вноват Я подонок Я очень плохо поступил, правда Наташа, я тебя очень люблю Дима, я тебе помогу Слушай своего отца с сестрой Не прав, я никто И мне зовут никак Так, Дима, ты не твой ребенок В каком смысле, я не понимаю Точно? Да Да Я тогда Вот я Я бы никогда Не стал бы Просто Любите, Ворошилову Такие бумажки стряпать? Я их должна подписать? Да, так будет лучше для нас Ручка есть? Нет, ручки нет Я подпишу А можно я еще от себя Такое, что добавлю Вам понравится Господа Ворошилова Я вас не хочу Не знать, не видеть Вы меня не интересуете Идите к черту, Ворошиловы Я вам ничего не должна И вы мне ничего не должны Наталья Мандарчук Вячеслав Подпись Держи Спасибо Теперь все, Дим Ты здесь ни при чем Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Спасибо